Беларусь на весь мир на девяти языках. Круглосуточно. Онлайн. ФМ. Спутник. Международное радио Беларусь. Для тех, кто далеко, но с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему такой посыл сегодня? Потому что ситуация назревает, как и в 1941 году. Не так ли, Юрий Вячеславович? Ну, угрозы, конечно, беспрецедентные. Давным-давно такого у нас не было. Потому что те санкции, которые могут ввести, они действительно опасны для экономики. Ну, и вообще, в целом, у нас такого не было, наверное, с 1944 года. Чтобы официально признавался факт гибридной агрессии против Беларуси. Чтобы какие-то странные люди были официально обвинены в подготовке убийства президента и государственном перевороте у нас. То есть, это действительно очень сложная ситуация. Самое интересное, президент сказал, что в ночь с 22-го на 23-го приняты эти санкции. Введены, оказывается, они. Да. И действительно, за этими санкциями как раз и мы прослеживаем, насколько сильно желание запада, коллективного запада удушить Беларусь. Огромное желание, судя по тому, что делается. Но всё равно это не получится. Вот в этой, конечно, риторике там, в Брестской крепости, во время церемонии возложения венков в мемориальном комплексе Брестская крепость-герой, президент отметил, что за нами правда, и мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость. И тут ведь что получается? Кроме того, мы же, ну, советские народы, имею в виду советские солдаты, Красная Армия, освободили мир от коричневой чумы. Вот что считаем нашей заслугой. Да, так и было. Война, та прошлая война, Великая Отечественная война, ну, и в более широком смысле Вторая мировая, они были не просто геополитическим столкновением, там вопрос о границах, он был важен, но второстепенен. Главное, это было идеологическое столкновение между нацизмом, который придерживался расовой теории и хотел перестроить мир по принципу расовой иерархии, и теми силами, которые не желали расизма. И надо сказать, что в той войне идеологическая составляющая была главной причиной такого кровопролития, которое было. Сегодня мы славим подвиг нашего народа, чествуем ветеранов и скорбим о погибших, склоняем головы перед героями и невинными жертвами войны. И, конечно же, память эта и священна, и незыблема, и пока она у нас есть, мы будем жить, жить всегда достойно, а не на коленях. Потому что что предполагала вообще Германия сделать со славянским народом, в частности, с Белоруссией, мы совершенно чётко знаем. Вот, и можем напомнить нашим слушателям, правильно? Был принят, так называемый, план ОСТ, согласно которому Германия обозначила свои цели на Востоке. Это первая и главная цель – уничтожить само русское государство в любой его форме. Уничтожить саму основу для возникновения сильной государственности между Брестом и Уралом. Это принципиальная была установка. И для этого предполагалось некоторые территории очистить от населения. Скажем, на территории Белоруссии надо было, они предполагали, в той или иной форме убрать 75% населения. Три четверти. Да, а 25% они мечтят. По каждому региону была своя цифра, но у нас был один из самых высоких уровней планировавшихся убийств. На Украине 50 на 50, по-моему, в Прибалтике всех должны были они мечтить или выселить, и так далее. И на этих землях должны были жить немцы. А славяне должны были быть у них рабами. И я не хочу сказать, это вовсе не надуманная постановка вопроса. Германия это сделала с западными славянами. Вот там, где сейчас Берлин, например, это был славянский, западнославянский город. Там Лейпциг, это Липск. Там у них полгермании, это завоеванные у славян земли, которые они они мечили, превратив славян, тех, точнее, кто не они мечился, в натуральных рабов. Поэтому повторить здесь то же самое было вполне с их стороны логично и возможно. Сегодня вопрос стоит о том, что нам предстоит, можно сказать, всё сделать ради спокойной жизни в регионе. И мы это делаем. Но самая интересная позиция западных стран, коллективного Запада, дело в том, что, вот смотрите, что было. Глава государства во время выступления коснулся деятельности НАТО. И отметил, что не надо убаюкивать Беларусь историями об оборонительных учениях и миролюбии Альянса сегодня. Дело в том, что вот это приближение к нашим границам и размещение, можно сказать, восточнее, это всё было блефом. Это на самом деле так и не планировалось. И оказывается, что, собственно говоря, с этим приближением мы видим агрессивные планы такие. Вот что можно наблюдать сегодня. Да, так и есть. И никто там особо ничего не скрывает. У нас действительно идёт обострение на границе всех возможных проблем, включая военную угрозу. И, мне кажется, очень правильно в рамках нашей культуры и исторической памяти у нас сейчас звучит напоминание, что 22 июня не должно повториться. В том смысле, что тогда Советский Союз позволил себя убаюкать разговорами о мире, даже договором с Германией о ненападении. И в Советском Союзе тогда всячески буквально запрещали просто обсуждать угрозу немецкого нападения. Некоторые люди пострадали за это. И вот это внезапное нападение оказалось поначалу очень эффективным. Докатилась Советская армия до Москвы, а потом и до Сталинграда. Откатилась. 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 Да, поэтому напоминание о том, что мы больше не будем такими беспечными, это в нашей исторической памяти естественно и правильно. И лучше перебдеть в этом деле. Почему-то не верили ни Рихарду Зорге, который назвал точное время, точную дату и сказал, когда будет начата война. И даже своим приближённым не всем верил Сталин, что война должна быть. Короче, наблюдали, нет ли таких присадок в маслах для техники, которые бы могли выдерживать суровые морозы. И такое было. И ничего только не было, но, по сути дела, Гитлер планировал блицкрих. Блицкрих. То есть не рассчитывал до холодов это всё задерживать. Кстати, есть одно государство, которое принципиально отвергает самоуспокоение насчёт своей безопасности. Это Израиль. Евреи, собравшиеся в Израиле, они сделали вывод из той катастрофы, которая произошла во время Второй мировой войны. И этот вывод, что безопасности много не бывает. Они всегда подозревают, может, правильно, неправильно, кого угодно во внешних угрозах и всегда готовятся сопротивляться. Поэтому у нас тоже вывод примерно такой же должен быть. Потому что, собственно говоря, правильно сказал президент, что когда пытаются говорить об одном, а дела другие, то он сказал, что вы на Западе как минимум лжецы, а как максимум подлецы. Всё время врали, обманывали, а сегодня не получится. То есть бдительность мы доводим до такой степени, что мы готовы принять этот удар. Хочется думать, в смысле, что у нас хватит этой самой бдительности. Потому что фактически мы это рассчитываем не только на свою армию, свои силы, но и на то, что у нас есть серьёзный союзник – это Россия, с которой мы действительно в союзнических отношениях и можем быть защищены. Это более чем серьёзный союзник. На планете есть только одна страна, способная уничтожить США – это Россия. Ни Китай, ни Иран, ни кто бы то ни был ещё. Поэтому то, что наш союзник – такая могущественная военная держава, это гарантия того, что нас вряд ли кто-то решится атаковать большими силами, как Югославию, Ирак или Ливию. Но это не значит, что у нас нет других угроз. Нас могут атаковать гибридным способом, то есть поддерживая какие-то действия по разрушению нашей экономики, общества, политической системы через, например, провокацию внутренних каких-то волнений. Нас могут атаковать киберугрозами. Что такое кибер? Атака – произошёл пожар на Лукормской гресс, и Могилёв остановился на время, лишившегося электричества. Вот так может быть атаковано любой агресс, любой город. Там могут вызвать с кибернетическими способами, атакуя через интернет, например, могут вызвать техногенные катастрофы. То есть угроза того, что на нас будет вторжение того типа, которое было с 22 июня 1941 года, такая угроза невелика при наличии России союзника. Но и других угроз много. Правильно президент говорил, что не через эти ворота Брестской крепости будет идти враг. Враг, он совершенно другими способами действует в условиях гибридной войны. Всё же президент пытается к общественности обратиться тоже, потому что я обратил внимание, что регион, как и 80 лет назад, находится на грани глобального конфликта. И о его обращении как раз прежде всего в очередной раз к народам соседних стран, полякам, литовцам, можно сказать, латышам, украинцам. С призывом очнитесь, пока не поздно. Разберитесь с этими политиками, которые обезумели и потеряли реальность. Посмотрите, какой красивый мир. В этом мире мы всегда нормально жили, по-соседски делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты. Завтра может быть поздно. Вот это обращение, оно как рефреент проходило через всё это мероприятие, церемонию. Здесь можно добавить. Президент говорил очень простым языком, можно немного усложнить. Сегодня непосредственную угрозу Беларуси стали представлять те страны Восточной Европы, которые перешли к жёсткому национализму. Национализм, который вот процветает в нашем регионе, это очень идеология агрессивная и идеология, для которой мы враги, просто экзистенциально. Поэтому вот такое обращение у президента по поводу этих соседних стран, это имеется в виду уберите этих сумасшедших националистов от власти. Вообще он размышляет так, неужели среди вас, вот обращаясь к латышам, литовцам, украинцам, полякам, найдутся таких, кто сегодня относится дружественно, найдутся тех, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиции отдельных руководителей этих государств. Ведь на самом деле этим политикам наплевать на наш белорусский народ, на свои народы, их судьбы и нашу белорусскую государственность. Вот что является, можно сказать, рефредом вот этих высказываний президента. Так всегда, те, кто у власти, вот те, кто сегодня провоцируют большой конфликт в Европе, те, кто у власти в некоторых наших соседних странах, они ведь не обладают полной монополией на власть. Внутри каждого общества у стран-соседей есть и те, кто противятся этому. И в конечном счете, я думаю, есть шанс, что их будет больше, чем вот этих радикалов. Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война или продолжение холодной другими способами? Вы посмотрите, насколько символично. Как раз в ночь с 22 на 23 ночью введены санкции против наших людей и предприятий. И уже действительно история обретает вот такие выражения символизма. То есть именно война началась с 22-го, и тут же санкции, как война против нашей страны. Вот что вы скажете вот по этому поводу? В нашей ситуации мы атакованы. А вот атакованы теми силами, которые приняли решение вызвать здесь у нас экономический коллапс, для того, чтобы добиться своих политических целей. Так как у нас союзник ядерная сверхдержава, то они не решаются атаковать прямым путем, вот как было с Югославией. Но пытаются уничтожить экономику, вызвать голодные бунты и все, что с этим связано. К этому надо отнестись серьезно. Но, относясь к этому серьезно, я бы хотел предостеречь нас всех и от паники. Здесь можно из самых лучших соображений преувеличить и угрозы, и самим себя запугать. Угрозы, которые нам возникли из-за санкций, они преодолимы. Опять-таки, опираясь на союз с Россией, на ее огромное пространство, огромный рынок, вот у нас есть еще один союзник, который подтвердил поддержку Китая. Китай заявил сразу же после того, как было решено вводить против нас эти большие санкции. Китайский МИД заявил, что он поддерживает Беларусь и плохо относится к введению санкций. Поэтому, опираясь на Россию и Китай, у нас есть все шансы выдержать этот санкционный удар. Ну и потом, ведь есть же и другие страны, дальние дуги, даже Пакистан, Индия, это крупное государство, с которым его сотрудничество у нас есть, оно может быть развито. И в последнее время африканский, можно сказать, вектор, также получил развитие. И мы говорим, что там тоже нуждаются в том, что мы производим и так далее. Да, это тоже надо. Ну а что делать? Потом я хочу напомнить, что в мире достаточно много стран, против которых вводились санкции. Вот Иран, например, давным-давно под санкциями. Еще есть масса стран. Я не помню ни единого раза, чтобы санкции привели к успеху тех, кто их вводили. Более того, можно сказать, что Беларусь пытается разрушить, можно сказать, с помощью гибридной войны. Вот эта война что предполагает сегодня? Сейчас их задача вызвать голодные бунты. То есть довести нашу экономику до такого состояния, чтобы люди стали возмущаться. После этого они будут смотреть ситуативно. И будут стараться добиться опять волнений на улицах. Вторая задача, которая ставится этими санкциями, это возложить на Россию очень большое финансовое бремя. Потому что ясно, Россия нам будет помогать, и это не будет дешево. Хоть мы всего лишь 10 миллионов населения, а в России почти 150, все равно это будет чувствоваться для российского бюджета. Вот ее хотят Россию этими затратами сковать и вызвать внутри России недовольство тем, что она вынуждена вписываться за Беларусь. По большому счету атакуют не нас, а Россию через нас. То есть их интересуют те богатства, которые лежат, можно сказать, восточнее Беларуси, значительно восточнее. Как всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok